Мы провели анализ шумов, выделили, какие у нас идут основные частоты в нашем транспорте. Основной шум у нас идет, это пара рельс-колесо, потом дает очень много шума оборудование, находящееся в моторном отсеке, но третий тип шумов – это аэродинамические шумы. По поводу тех шумов, которые идут от пары рельс-колесо, тут низкочастотные шумы, большая часть – это работа отдела шасси, они вводят виброизоляторы. Там, где уже виброизоляторы не могут гасить, уже мы начинаем своими материалами бороться. Когда еще не было нас таких жестких требований для сертификации, мы использовали те материалы, которые легко доступны на рынке Беларуси и ТЭС. Это в основном материалы автомобильной промышленности. Но если говорить об автомобиле, то по безопасности там проще, потому что автомобиль – индивидуальный транспорт, и в случае возникновения пожара довольно легко эвакуироваться. Можно в любой момент практически остановиться и выбежать с машины. Поэтому требований к этим материалам достаточно, чтобы они не были огнеопасными, то есть не падали горящие капли. И основной тест для них – это так называемый сигаретный тест. То есть, если падает окурок, не должно вспыхнуть. В железной дороге ситуация сложнее, потому что большой состав, много пассажиров, мало дверей. Время эвакуации больше. Плюс эвакуация в некоторых случаях может вообще быть практически невозможной, если мы говорим о туннеле, либо эстакаде. Поэтому в Европе действует стандарт безопасности ЕН-45545, в котором описываются методы испытаний материалов на пожарную безопасность по нескольким параметрам. Та же скорость горения, огнеопасность, температура газов и сама токсичность газов. Когда материал проходит испытание, он получает так называемый «hazard levered» уровень опасности 1, 2, 3. В связи с этим мы изучили рынок, выделили для себя два основных производителя, ну и мы подобрали материалы. Идет вот такой материал, термобрик Акустик Плюс, но он, получается, имеет комбинированное свойство. Это и теплоизоляция, и шумоизоляция. Чтобы гасить более высокие шумы, которые проникают в салон, мы используем либо вот такой вот волокнистый материал, тоже с отражающей пожарной поверхностью, и вот такие вот пористые материалы. По спектру шумы разные, поэтому производитель даже использует такие вот бутерброды, легкие пористые, потом идет практически битумная пластинка и опять легкие пористые. То есть он закрывает более широкий спектр. Виброгосящие материалы. И как я вот, например, показывал, тут вот есть у нас пластины на битумной основе. В чем их основной недостаток? Вот она идет толщиной, например, 3 мм. Для пластика столько не надо. Получается лишний вес. Но можно купить материал, который жидкий наносится. Его достаточно нанести одним слоем, где-то 0,6 мм, и он будет прекрасно справляться. Если пройдет пожар, то эта краска вспенивается где-то до 27 мм. И вот это покрытие, опять же, в зависимости от того, что оно нанесено, может там полчаса сдерживать огонь. Вот это покрытие мы уже применяли в уникаре нашем 431-м, потому что у нас там получается очень близко батарейка к стенке. Стоит стенка пластиковая, если батарейка возгорится, нанесли еще дополнительный точист защитный. У них вот даже в линейке есть фанера. По шумоизоляции является хорошим материалом, но у нее есть один недостаток. Она очень тяжелая. Если, например, взять типовую электричку, поезд или автобус, напольное покрытие используется фанера толщиной до 16-12 мм. Но так как мы висим на путевой, путевая ажурная, для нас это не очень хорошо. Поэтому мы также рассматривали, как нам можно оптимизировать вес. Мы используем на полных покрытиях, ну и вообще большие поверхности плоские, вот такие вот сэндвич-панель. Она получается практически при той же толщине, в несколько раз легче фанеры, плюс негорючая. Кроме применения безопасных шумоизоляционных материалов, нам надо, чтобы материалы обивки, сидений соответствовали. У нас какая специфика? Довольно-таки узкий транспорт, сидения иногда надо было, чтобы и откинуто, либо сложено. Обычно откидывающие сидения не очень хорошие по дизайну, но вот итальянцы, они все-таки законодатели моды, у них получается и красивое сидение, и соответствует всех норм. Для изготовления больших экстерьерных панелей, это панели капотов, обшивки, мы используем стеклопластик. В чем проблема больших панелей, что надо либо делать усилители, либо набирать толщину. Но мы боремся с лишним весом, поэтому мы будем применять вот такой вот материал. Это у нас образец, когда-то мы тренировались, это называется парабим. Два слоя ткани разделены вертикальными волокнами, которые пропитываются смолой во время формовки, поднимаются. И у нас получается готовая сэндвич-панель, которая весит практически ничего, довольно жесткая. Почему мы выбрали такую форму? Большие радиусы, малые радиусы, наши формовщики тренировались, как работать с этим материалом. Ну, опыт прошел успешно, мы уже даже изготавливаем оснастку, производство использует этот материал как усилитель. Мы сейчас прорабатываем нашу собственную ТУ на стеклопластик, запустили испытания его на прочность, на пожарную безопасность. И на перспективу, наверное, мы тоже выйдем на сертификацию нашего стеклопластика, на гиеновские нормы.